здравствуйте дорогие друзья у каждого из нас свои причины копаться в прошлом а если мы идем глубже значит уже нашли некие ответы но их недостаточно самым типичным примером может послужить так называемое монголо-татарское нашествие в 2020 году у нас уже вышел фильм в котором мы подробно разбирали это самое нашествие и тогда мы пришли к выводу что официалы снова одно явление выдали за другое тот фильм длинный но он того стоит если вы его еще не смотрели ссылка есть в описании обязательно сначала посмотрите его очень внимательно а иначе вы не поймете текущий фильм примеров подобных пресловутому монголо-татарскому нашествию много в официальной хронологии и вот сегодня предлагаю разобраться с двумя из них это столпы официальной истории великая китайская стена и великий шелковый путь ну а заодно и выясним при чем же тут это самая монголо-татарское нашествие великая китайская стена и великий шелковый путь это основы основ можно сказать самое святое для каждого академического историка и не будет преувеличением является чуть ли не основным связующим звеном ибо связывают воедино в официальной хронологии различные регионы и периоды для начала хочу обратить ваше внимание друзья на такой момент великий шелковый путь является своего рода продолжением великой китайской стены и на самом деле неспроста мы будем рассматривать великую китайскую стену великий шелковый путь и монголо-татар вместе далее поймете почему главное внимательно смотрите до конца для начала как обычно кратко официально историческая справка великий шелковый путь крованная дорога связывающая восточную азию со средиземноморьем в античности и средние века общая протяженность великого шелкового пути около 12 тысяч километров в первую очередь использовался для вывоза шелка из китая с чем собственно и связано его название помимо шелка также везли чай и пряности перец гвоздика имбирь и так далее путь был проложен во втором веке до нашей эры вел из китайской провинции сиань через среднюю азию и индию на ближний восток вплоть до средиземного моря за время путешествия с востока на запад шелк и специи проходили через десятки рук в связи с этим историки ведут речь о путешествиях именно товаров и технологий а не людей для транспортировки использовались главным образом лошади и верблюды доставка товаров по великому шелковому пути могла занимать от полугода до нескольких лет термин великий шелковый путь введен немецким географом фердинандом фон рихт гоффином в 1877 году великая китайская стена разделительная стена проходящая по северному китаю длина которой со всеми ответвлениями составляет 21196 километров причем сюда входит помимо собственно стен сотни километров рвов и естественных защитных рубежей в виде холмов и рек построена в древнем китае и является крупнейшим памятником архитектуры видимым даже из космоса толщина великой китайской стены составляет 5-6 метров верхней части и 7 метров в нижней а высота в среднем от 6 до 8 метров максимальная высота отдельных участков 16 метров сооружение простирается вдоль горной цепи иншань огибая все отроги преодолевая как высокие подъемы так и весьма значительные ущелья за время правления династии цинь великая стена почти разрушилась под воздействием времени лишь небольшой участок около пекина поддерживался в порядке он служил своего рода воротами в столицу в 1899 году американские газеты писали о том что стена будет и вовсе снесена а на ее месте будет построена шоссе в 1984 году по инициативе дэн сяопина стартовала программа по реставрации великой китайской стены финансируемая из средств китайских и зарубежных компаний а также частных лиц конец краткой официальной исторической справки также хочу отметить что согласно официальной истории инициаторами этого сухопутного торгового маршрута являлись правители древнего китая и в 121 году до нашей эры первый верблюжий караван с шелком и бронзовыми зеркалами направился к ферганскому оазису также отмечу что монгольская империя якобы созданная чингисханом содействовала европейским купцам и путешественникам например таким как марко поло карпини рубрук ну и не стоит забывать что пандемия чумы 14 века также распространялась по великому шелковому пути это официальная информация если вкратце то есть официально великий шелковый путь появился до монголо-татар и продолжал существовать уже при монгольской империи и боевые действия не мешали купцам ездить туда-сюда но это скорее вопрос риторический великий шелковый путь согласно официальной истории торговый путь цель торговли прибыль никто не будет торговать себе в убыток думаю это вы и так понимаете выгода может быть в виде непосредственно денежной формы прибавочная стоимость и виде обмена на полезные но отсутствующие товары технологии как утверждает официальная история за время путешествия с востока на запад шелк и специи проходили через десятки рук тут нужно понимать что отправляясь торговать в другую страну купцы брали с собой не по одному рулону шелка и не по одной упаковке специй для того чтобы поездка окупилась не просто вышла в ноль а именно окупилась то есть принесла выгоду нужно было брать как можно больше товара при этом купцы должны быть уверены что их товар нужен и его точно купят каждый перекупщик на каждом этапе также должен быть уверен что он не зря преодолеет это расстояние поэтому каждый посредник добавлял прибавочную стоимость к изначальной цене товара помимо этого купцу а также его помощником во время всего путешествия нужно что-то есть и пить это нужно вести с собой с расчетом на всю дорогу либо покупать на местах стоянок в любом случае это стоит денег и также включается в себестоимость продаваемого товара верблюдам и лошадям также нужно что-то есть и пить если в теории верблюды могли находить себе под ножен корм то корм для лошадей приходилось вести с собой так же как и воду для них учитывая время путешествия становится ясно что не все вьючные животные в караване везли товар на продажу как минимум десятая часть вьючных животных везла воду еду палатки одежду и снаряжение для ухода и кормежки за вьючными животными потребуется прислуга а также для защиты караван от разбойников какая-никакая охрана помимо этого в караван сараях производилась замена больных уставших животных а это все не давалось даром то есть реальная выгода купца было еще меньше таким образом даже если в китае товар достался купцу практически даром то спустя десяток посредников оказавшись в европе он должен был стоить дороже золота а теперь сухие цифры протяженность великого шелкового пути 12 тысяч километров официальные источники утверждают что торговый караван проходил в день в среднем 23 26 километров это значит что все расстояние в 12 тысяч километров теоретически караван смог бы пройти за 522 дня или за полтора года в одну сторону даже принимая во внимание утверждение официалов что караваны не ходили полностью весь маршрут от китая до средиземного моря нужно понимать что идеальных условий в дороге точнее на отрезках маршрута не бывает местность где якобы проходил великий шелковый путь это пустынные и высокогорные районы и если по пустыне чисто гипотетически запасом провизии и воды еще можно относительно быстро пройти то пробираться с верблюдами через горы по узким извилистым крутым тропам уйдет немало времени и сил а ради чего понимая всю абсурдность ситуации официальные историки подстраховались и ведут речь о путешествиях именно товаров и технологий а не людей то есть тот же шелк и перец попадались китаю европу не через полтора года а лет через пять пройдя десятки рук по версии официальных историков верблюды двигались медленно в горах даже сильного верблюда нельзя было навьючить больше 350 килограмм в периоды развития караванной торговли караваны из тысячи верблюдов считались средними и были обычным делом с меньшим количеством маленькими а с большим большими некоторые караваны подчеркиваю не все некоторые насчитывали до 10 тысяч вьючных животных вы просто представьте как караван в 10 тысяч верблюдов входит в древний город который по словам официальных историков тогда напоминал большую деревню про караваны на великом шелковом пути википедия говорит о 300 верблюдах киргизом ходили караваны в 24 25 верблюдов то есть источники разнятся и абсолютной цифры не назовет никто понятное дело что в зависимости от направления жадности купца и его личного богатства караваны каждый раз могли получаться разные поэтому давайте для расчетов возьмем условную среднюю цифру в 300 вьючных животных учитывая что каждый верблюд мог вести по 350 килограмм весь караван состоящий из 300 верблюдов мог взять на борт 105 тонн груза примерная средняя суточная норма пищи 24 27 килограмм травы в сутки на одного верблюда в период регулярных и напряженных работ их необходимо дополнительно подкармливать концентрированными кормами овес ячмень в дробленном виде размолотые жмыхи отруби мельничные отходы надеюсь никто не станет возражать что переход навьюченного верблюда через пустыню это регулярная и напряженная работа также верблюды нуждаются в постоянном источнике соли о том почему соль нужна всем животным и людям было сказано уже не раз в том числе и на нашем канале например фильме про изменение климата сам факт перевозки соли а точнее того как он мог быть организован нами подробно разбирался фильме про так называемое монголо-татарское нашествие без корма верблюды могут продержаться около 30 дней без воды две недели но по прошествии этого времени верблюду нужно дать много воды и усиленное питание и здесь всего два решения этого вопроса либо вести все с собой либо купить на перевалочном пункте а это существенная статья расходов если верблюды время от времени могли находить себе подножный корм например те же колючки то корм для лошадей однозначно приходилось либо покупать в караван сараях либо вести собой так же как и воду для них среднестатистическая лошадь весом около 500 600 килограмм будет потреблять пищу примерно два два с половиной процента своего веса в течение дня это означает что такая лошадь будет съедать примерно 10-15 килограмм корма в день возьмем усредненное значение 12 килограмм корма для лошади при этом если у лошади не будет достаточно корма воды и отдыха то она не будет терпеть как человек она просто умрет понятное дело что ни одна лошадь не совершала марш-бросок от китая до средиземного моря поэтому сделаем расчет для перехода по северу пустыни токламакан по современной дороге протяженностью в тысячу километров учитывая что скорость ходьбы лошади и скорость ходьбы верблюда 5 километров в час чисто гипотетически если считать что погода идеальна без ливни и песчаных бурь и прочего они пройдут это расстояние за восемь с половиной дней тем не менее необходимо время на сборы разборы палаток перерывы на отдых покушать поспать примерно по восемь часов в день то есть еще плюс три дня и того путешествие в одну сторону на лошади по северному краю пустыни токламакан продлится 11 с половиной дней при идеальных условиях округляем до 12 дней лошади помимо того что везли товар на продажу должны были везти еду для себя и людей 43200 килограмм только корма не считая воды и только для лошадей которые везут товар необходимо на эти 12 дней перехода без ущерба для своего здоровья лошадь может вести на себе груз составляющей 15 20 процентов от ее массы поэтому вес груза должен быть около 80 90 килограмм для одной лошади таким образом караван в 300 лошадей способен доставить 27 тысяч килограмм груза а это даже меньше того количество корма которое потребуется для этих 300 лошадей подчеркиваю речь идет именно о вьючных животных преодолевающих пустыни горы поэтому никаких телегах даже не пишите для транспортировки только одной пищи для 300 лошадей которые везут товар на продажу подчеркиваю только одного корма без воды потребуется 480 лошадей этих 480 лошадей также нужно кормить и поить средняя норма потребления воды для лошади составляет 5 10 литров воды в день на каждые 100 килограмм веса лошади при весе средней лошади 500 600 килограмм она должна выпивать 30 40 литров воды в день то есть лошади должны вести с собой 108 тысяч литров считай килограмм воды только для питья лошадей для того чтобы вести воду тем 300 лошадям которые везут товар потребуется еще 1200 лошадей теперь давайте посчитаем людей в караване в зависимости от каравана на 720 верблюдов требовался один погонщик он сидел на первом верблюде а остальных верблюдов по очереди привязывали сзади но это для пустыни и степей в горах один сорвавшийся с узкой тропы верблюд неизбежно тянул в пропасть остальных поэтому их связывали по три животного и каждый троицей управлял один погонщик опять же считаем по среднему варианту на 10 верблюдов один погонщик значит для 300 верблюдов нужно 30 слуг что касается охраны официальная история говорит что караваны часто имели вооруженную охрану иногда из профессиональных солдат цифры во всех источниках приводятся разные от нескольких человек до нескольких сотен поэтому возьмем условно 20 человек охраны кстати а если при нападении разбойников например верблюд погибал куда девали его товар перегружали на других до отказа нагруженных верблюдов или бросали тем не менее в минимальной конфигурации у нас получилось 30 слуг 20 охранников и один купец итого 51 человек в пути они едят рис бобы возможно конину или верблюжатину один человек в день съедает 400 грамм риса следовательно на все путешествие на одного человека нужно 5 килограмм риса или 255 килограмм риса на весь персонал напомню мы считаем для перехода по северному краю пустыни токламакан помимо еды людям нужна вода два с половиной литра в сутки на человека или 1500 литров считай килограмм воды на весь переход только для питья людей не считая умыться для того чтобы ввести рис и воду для людей нужно еще 20 лошадей сколько стоили верблюд или лошадь в древнем китае мы не смогли найти вообще о том сколько там стоила жизнь информация сильно отличается в разных источниках для общего представления о ценах в древнем китае скажу что ежегодно арендная плата за жилье составляла 14 15 лян с каждого человека 60 килограмм риса стоили 5 лян 1 лян это денежная единица среднего номинала весом в 37 грамм серебра и так в связи с тем что сгруппированные статистики по ценам в древнем китае нет будем считать по европейским ценам хотя здесь тоже черт голову сломит сколько стоил верблюд в европе времен великого шелкового пути нам найти так и не удалось несколько раз попадалось упоминание что за одного верблюда давали двух крепких рабов мужчин в наше время верблюд стоит от 200 до 500 тысяч рублей упряжная лошадь по ценам 13 века стоила 10 20 шиллингов соответственно за 300 лошадей нужно было заплатить 4500 шиллингов напомню что 300 лошадей способствовали доставки 27000 килограмм товара без учета еды и воды на один шиллинг можно было купить 240 яиц или 24 фунта сыра фунт шелка стоил фунт золото один фунт равен 0,45 килограмма тогда имеем следующую картину первое шелк 27 тысяч килограмм шелка обменяли на столько же золото второе перец в 1395 году почти за 2000 фунтов перца точнее за 886 килограмм были куплены в марте месяцев в порту задар за 366 дукатов один дукат равен 20 шиллингам значит за 1969 фунтов ну то есть за 886 килограмм было уплачено 7320 шиллингов то есть один килограмм перца стоил 8,26 шиллинга выручка за 27000 килограмм перца составила 223 тысячи 20 шиллингов третье гвоздика в первой половине 15 века истолченная гвоздика стоила 5 соль да за унцию то есть за 31 грамм две лиры это один шиллинг за 8 унций гвоздики то есть один шиллинг за 248 грамм гвоздики выручка за 27000 килограмм гвоздики составила 108 тысяч 871 шиллинг четвертое истолченный имбирь 3 соль да за унцию проведя точно такие же вычисления получаем что две лиры это один шиллинг за 13 унций имбиря то есть один шиллинг за 403 грамма имбиря выручка за 27000 килограммов имбиря равна 66998 шиллингов несмотря на такие казалось бы красивые цифры хочу особо подчеркнуть что это не чистая прибыль купца а теоретическая выручка с продажи товара до того как товар будет продан его нужно привести караван нужно собрать людей нанять лошади амуницию купить то есть заранее нужно потратить целое состояние и даже по тем статистическим данным что приводят сами же официальные историки итоговый баланс не в пользу купца примерно в два раза друзья не вижу смысла забивать ваш экран цифрами ибо официальные данные по ценам времен великого шелкового пути очень путанные кому интересно будет все пересчитать милости просим в описании под фильмом приведены ссылки на системы мир китая и европы тех времен их конвертации и стоимости товаров любителям головоломок гарантирую незабываемое ощущение мы втроем на протяжении двух месяцев считали конвертировали китайские ляны в соль да затем шиллинги и дукаты чтобы понять стоимость приведенных товаров а затем конвертировали обратно чтобы понять стоимость сбора каравана цифр было очень много они каждый раз немного отличались но в главном всегда получалось одно и то же купцу нет никакой выгоды от такого бизнеса более того он еще и должен остается даже если купец вез товар не напрямую из китая а всего лишь из турции то есть брал у перекупщиков само собой если бы он повез сразу из китая то он бы вообще разорился особенно учитывая издержки этого так называемого бизнеса а издержками тут является абсолютно все огромные расстояние через пустыни и горы непрекращающиеся войны на территориях через которые проложен маршрут великого шелкового пути да просто элементарные грабители и разбойники непогода которая может в одночасье испортить все специи необходимость таскать за собой по всему маршруту еду воду палатку и дополнительные смены одежды оплата слуг охраны вьючных животных различных местных налогов и сборов да еще черт не знает чего а теперь давайте разберемся зачем это нужно потребителям насколько реально существовала потребность в пряностях в европе здесь не все так однозначно поэтому вначале опровергнем главные мифы о нужде в пряностях говорят что специи справляют вкус несвежего мяса еще говорят что специи ценились в европе якобы потому что в большинстве стран нет морозной зимы а специи помогают сохранить продукты от порчи а теперь включаем логику и думаем что выгоднее купить кусок свежего мяса или спасать начавшие тухнуть специями по цене золота почему в одни периоды истории жители европы умели солить коптить сушить и вялить продукты без специй а в другие периоды должны были платить за приправу как за драгоценности ведь для конечного потребителя например фунт мускатного ореха стоил как одна корова или четыре овцы согласно официальной истории средние века многие страны перчили больше чем в корейском общепите итальянские хозяйки гордились что из-за приправ невозможно определить мясо какого животного ты ешь также считается что потребление специй было внешним проявлением статуса а такие товары покупают только пока они дороги также была вера в лечебные и вообще чудесные свойства пряностей таким образом не с точки зрения экономики не с точки зрения истории как таковой торговый маршрут великого шелкового пути не мог существовать в реальности именно как торговый однако дорогой зритель наверняка скажет но ведь есть находки китайских специй при раскопках средней азии типа какие еще нужные доказательства в пользу великого шелкового пути факт подобных находок никто не отрицает но просто давайте спокойно подумаем как они вообще могли появиться представьте следующую картину случилось некое страшное событие из-за которого погибло много людей сейчас не суть важно как назвать этот катаклизм или природное явление важно то что он случился и погибли миллионы в городах лежат трупы убирать их некому начинаются эпидемии вот лично вы дорогой зритель например что вы сделаете в такой ситуации ну самое логичное будет убраться из этого города как можно дальше захватив с собой свою семью и все самое ценное что у вас есть и вот тут позвольте заострить ваше внимание на том что самым ценным в условиях паники и всеобщей неразберихи будут уже не бумажные деньги не пластиковые карточки и не депутатские удостоверения самым ценным будут продукты питания длительного хранения рис гречка макароны соль сахар специи а также золото драгоценные камни обычные свечи патроны оружие алкоголь и просто теплые вещи во все времена при любой войне и смене власти когда нет устойчивого центрального управления именно эти предметы являлись универсальной валютой и именно этим вы будете расплачиваться с местными бандами за право пройти если решите уехать из города без возможности водного перемещения ваш путь будет труден и долг и нужны будут частые остановки для отдыха особенно если вы с детьми лет так через 200 после нашего времени о маршруте которым следовали беженцы и сирии в германию также будут говорить что это шли торговцы с востока то есть маршрут великого шелкового пути в реальности был но он не был торговым это был путь миграции населения друзья помните в начале фильма я вас спрашивал почему великий шелковый путь является как бы продолжением великой китайской стены ответ очень просто потому что так называемый великий шелковый путь на самом деле является продолжением так называемой великой китайской стены дело в том что великая китайская стена это всего лишь дорога типа железной дороги или современного шоссе федерального значения ветши от побережья вглубь континента именно поэтому беженцы шли в этом направлении так как оно было известно так сказать вдоль федеральной трассы помните в официальной информации говорилось о постройке шоссе в конце 19 века вместо этой великой стены тогда еще не определились что принесет большую выгоду шоссе или сказка со стеной а уже в двадцатом веке в китае из этой дороги сделали стену для туристов и удревнение своей официальной истории а эти новоделы кстати периодически обваливаются вывод великий шелковый путь это не торговый маршрут как нам его преподносит это всего лишь пути миграции части выжившего населения после глобального катаклизма так называемый великий шелковый путь и так называемое монголо-татарское нашествие на самом деле это был один процесс переселения народов который официальные историки разделили на два разных события один прикрыв завоеваниями а другой торгашами и подкрепив все это трассы федерального значения переделанный в стену которую видно даже из космоса друзья на этом я с вами не прощаюсь впереди еще много разоблачений благодарю вас за то что досмотрели до конца всего вам доброго до скорых встреч